здравствуйте со мной в студии директор сайта дата 24 алекс гальцекер здравствуйте алекс здравствуйте разбирать мы будем известное дело задорова я напомню тем кто не в курсе роман задоров израильтянин который приехал сюда много лет уже уже сегодня теперь уже много лет назад был обвинен в убийстве косринской школьницы таирада и приговорен к пожизненному заключению отсидел уже почти десять лет все апелляции которые подавали за эти годы его адвокаты были отклонены из суды один за другим подтверждали первоначальный приговор пожизненное заключение за убийство тем не менее сомнений в этом деле появлялась каждым годом все больше и больше и наконец появился фильм тень правды который послужил причиной очередного скандала вот с этой точки мы и начнем речь идет как вы знаете о 4 серийном фильме тень правды из-за которого разразился практически судейский скандал я не буду сейчас пересказывать в чем суть дела в интернете мог многие могут найти информацию которая была в этом фильме суть в главном что на конференции коллеги адвокатов в эйлате судя данцегер судья высшего суда справедливости верховного суда который был единственным на последнем процессе высказал свое сомнение в виновности романа задорова вновь сказал что он сомневается в этом приговоре еще и больше того он считает что есть в таких делах об убийстве нужно единогласное решение судей ну и как говорится что называется понеслось ваша точка зрения по этому поводу во первых давайте действительно вспомним на основании чего роман задоров находится в тюрьме коллеги из трех судей принимала решение двое высказались так сказать в пользу приговора о пожизненном заключении судья данцегер был в меньшинстве он было и один судья который против двух который усомнился в том что роман задоров был убийца дело в том что для того чтобы осудить человека за убийство на пожизненное заключение по израильскому законодательству нужно доказать вне всякого сомнения в том что он виновен так вот двое из трех судей были убеждены что есть доказательства которые вне всякого сомнения мяали коль сафек то что называется в израиле роман задоров виновен в этом убийстве судья данцегер был в меньшинстве он был против если бы еще один судья согласился с его мнением роман задоров сегодня ходить если было бы расширенность на 8 из 5 судей да даже если из этих троих кто-то один бы решил решил точно также как данцегер что него есть сомнения роман задоров сегодня находился бы дома с семьей это вот вот на этом уровне так часто очень у нас бывает именно по этой же причине кстати мужа катав тоже находится в тюрьме точно также двое из трех судей были просто поверили женщине которые которые он изнасиловал они ему одна судья женщина тоже кстати поверила мужа катав если бы было обратно мужа катав досидел бы свою каденцию на посту президента и находился бы до сих пор в тюрьме и не находился бы в тюрьме но вернемся к роману задоров что произошло здесь я очень много читал и и обвинительное заключение и все приговоры всех судов которые были был возобновлен суд был второй повторный суд с одной стороны доказательства которые были предъявлены против романа задорова они весьма существенны то есть нельзя сказать что сказать была проделана какая-то поверхностная работа и из судьи вынесли приговор скажем так легкомысленный есть две вещи которые очень сильно работают против романа задорова во первых его признание сака подсадной утки до в камере если внимательно это посмотреть он абсолютно искренне признается там в этом убийстве происходит на русском языке поэтому в интернете тоже полно версий этого видео телезрители ваши если захотят тоже посмотри они могут посмотреть очень удобно он очень достоверно очень подробно описывает то как было совершено это убийство включая причины сказать по которым он это сделал и так далее на русском родном ему языке не на иврите где что-то можно было бы заподозрить второе естественно сказать то что он знал досконально во время так сказать процесса реконструкции событий то что называется шикзур он абсолютно точно показал как он сказать выбирался из кабинки какие вещи которые были известны скорее всего лишь только убийцы ну наверное можно было предположить да что вот именно так убийца выбирался из закрытой кабинки но неважно тем не менее это это очень веские доказательства в пользу того что он виноват с одной стороны с другой стороны прокуратура игнорировала практически игнорировала очень много версий которые появлялись на том на том или ином этапе судебного процесса и до суде до до начала суда в том числе и версия которая сегодня всплыла в результате вот этого документального фильма о девушке которую имя которое не называют ее нас везде она фигурирует под именем оливков а к назовем русского происхождения тоже кстати говоря которая рассказала своему сожителю сразу после убийства о том что она это убийство совершила эта версия была проигнорирована и прокурор который вел это дело нужно прокомментировал точно также проигнорирована как десятки других версий которые появлялись у прокуратуры люди которые звонили сообщали о том что они знают кто на самом деле убил писали письма и так далее и тому подобное вот тут вот тут моя точка зрения да на самом деле халтура потому что я видел фильм да это очень серьезная работа с точки зрения таскать документальной журналистики за фильм тень правды в котором высказывается эта версия совершенно верно уж очень серьезно все проверено там и молодой человек который описывает эти события да безусловно у него есть какой-то интерес он мог так сказать мстить своей бывшей сожительнице за то что она с ним рассталась но на этом примерно его интерес заканчивается и уж точно следовало следовало это проверить более досконально чем это сделала полиция и прокуратура на тот момент и насколько известно извините вас перебью что этот молодой человек трижды прошел полиграф детектор лжи и трижды было положительный результат что он говорит правду это уже так сказать произошло потом да а на момент когда человек что называется бил тревогу и говорил сидит не тот человек к его версии отнеслись очень халтурно то есть не стали проверять и объяснение которое сегодня дает прокурор у нас таких было тут десятки вот при этом у нас был обвиняемый вина которого практически доказано с нашей точки зрения говорит прокурор роман задоров убийца поэтому все остальные версии мы просто не стали так подробно проверять хотя судя по фильму как раз очень подробно прессовали что называется это молодого человека для того чтобы он отказался от своих показаний чтобы в деле ничего не мешало то есть говорят ты пойдешь как соучастник ты понимаешь да то заказано у него определенное давление это запротоколировано это записано и это фильмы тоже показано все то следователи прокуратуры и полиции доверили него объясняли что если она будет если ее обвинять его подругу в убийстве он пойдет как соучастник говорил да я это понимаю я готов на это я к этому готов и совершенно спокойно как бы дальше продолжал да у него есть интерес но его версию нужно было проверить сейчас еще не поздно то есть лучше позже чем никогда на самом деле проверить вернуться к проверке этой версии потому что уж очень она достоверно то есть и телефонный звонок который был сразу после убийства от подруги к этому молодому человеку зафиксировало что такой телефонный звонок был не известно что она ему сказала то есть тут мы знаем что что было в этом телефонном звонке с его слов но она конкретной он ну это история мне не выглядит как выдуманная понимаете есть то что называется такая вот проверку на достоверность. Я видел этого молодого человека в фильме. Он не вызывает у меня сомнений в том, что он... Что он это не придумал. Что он не выдумал эту историю. У меня, во всяком случае. Безусловно, у судей, у прокуроров может быть другое мнение, но мне кажется, что его версия заслуживает внимания. Это не сумасшедший, который позвонил и придумал историю с таким количеством деталей. Уж очень много деталей было в этой истории, которые оказались правдой. Что касается его подруги, то там совсем все интересно. То есть, какие-то... На грани мистики, что ли, события, которые с ней связаны. И ее, так сказать, сожительница, забегая вперед, она была признана по совершенно другому делу. Человеком психически неуравновешенным и находится до сих пор в клинике для душевнобольных. Ее сожительница в этой клинике покончила жизнь самоубийством. Подруга этой сожительницы, которая готова была давать показания в прокуратуре, в фильме фигурирует только короткий телефонный разговор с ней, потому что на следующий день она покончила жизнь самоубийством. Но, тем не менее, этот разговор есть. То есть, она не только с этим молодым человеком делилась своими впечатлениями после убийства, как она говорит, Таир Радак. Ну, если тогда это не удостоилось внимания, то сейчас, после того, как представлена полная картина, представлена всей стране, на самом деле, я думаю, что прокуратура будет вынуждена возобновить расследование и провести его повторно хотя бы во всем, что касается вот этой версии. Вот этой версии. Другой вопрос. С несколько другой стороны я хотел бы подойти к этому делу, не вдаваясь в подробности, потому что, естественно, мы не знаем всех подробностей следствия и не можем... Не кажется ли вам, что вот все вот эти вот мелкие нюансы, о которых вы сейчас говорили, я не буду их перечислять, по сути дела подрывают у людей веру в справедливость этого приговора. Я не говорю его правильность или неправильность. Понятно, что всегда будет кто-то согласен, кто-то не согласен с приговором. Но у людей должно, на мой взгляд, оставаться ощущение справедливости происходящего в судебной системе. Вот сегодня, особенно после выступления судей Данцигера, которая просто поразила всех, я беседовал со многими юристами, они говорят, что это просто кризис судебной системы назревает из-за этого дела. У вас нет ощущения, что приговор был несправедливым, по сути дела? Во-первых, приговоров было несколько, не только, так сказать, последние, а все, которые были и до этого, дважды в окружном суде в Нацерете выносился подобный приговор, в Верховном суде дважды выносился приговор, поэтому приговоров было много, скажем так, судейских коллеги, которые занимались этим. Их было очень много. Я когда-то брал интервью в прошлом судьи Верховного суда, Далия Дорнер ее зовут, она уже давно на пенсии, но она считается таким, одним из толпов израильской судебной системы. В частности, мы говорили о смертной казни. Интервью было в свете дела, которое, так сказать, велось против Ивана Деменюка, она была тогда одним из судей, которые вынесли оправдательный приговор Деменюку, повторный, который был. Я поговорил тогда с ней о смертной казни, и она сказала, мы ошибаемся, так же, как любой другой человек. Да, у нас есть опыт, мы выносим приговоры, мы можем, нам свойственно ошибаться, точно так же, как любому другому человеку. Почему она была против смертной казни? Потому что эту ошибку уже не исправить. На самом деле, если мы возьмем, так сказать, израильскую историю судебной системы, было нечто подобное, на самом деле, за убийство молодого человека, которого звали Асав Штайрман, в окрестностях Кварсабы было это убийство, в 90-х годах, больше 10 лет, отсидели два совершенно невинных человека, пока не, кстати, нечто подобное, пока тоже вот в Илате, ну, просто так совпало, не пришла девушка, в полицию и не рассказала о том, что ее молодой человек, который ее избил сегодня, но вообще-то, он когда-то убил Асава Штайрмана в Кварсабе, а за это убийство два человека сидели, причем их неоднократно повторялся суд тоже, то есть, несколько раз выносили этот вот приговор о пожизненном заключении за убийство, которое они не совершали, то есть, единственное, что было, так сказать, доказательство против них, это отпечатки пальцев на орудие убийства, в котором они говорили, что они нашли этот нож намного позже, чем, так сказать, был убит Асав Штайрман, но это им не помогло, они сидели, пока вот не оказалось вот это признание, оказался вполне нормативный, так сказать, сын известного в Израиле профессора Таивского университета, виновен в убийстве, еще две соучастницы, которых, как бы, все это было, эта девушка все сдала, но люди сидели, люди сидели в тюрьме, то есть, конечно, судьи могут ошибаться, конечно, многое зависит от того, в каком порядке и какие факты предоставит прокуратура и насколько успешной будет, так сказать, будут действия защитника на суде, но это живые люди, которые в результате принимают решения на основании доказательств и аргументов, которые приводит защитник, могут принять ошибочное решение, поэтому вернусь к началу, Далия Дорнер была против смертной казни, потому что эту ошибку уже не исправить, если это наказание вынесено ошибочно, приговор вынесен ошибочно, то его уже не исправить. Вы сами сказали, что внимательно знакомились с делом Задорова, внимательно читали материалы, показания свидетелей, приговор, который был, а там в нем есть обоснование вынесенного решения. Ваши личные ощущения, по-своему, лично, представимся на секунду, чтобы в Израиле был бы суд присяжных, у нас нет такого судебного института, но допустим, он бы был, на ваш взгляд, обладая всей совокупностью информации по делу Задорова, суд присяжных бы его оправдал или бы тоже высказался виновен? Я думаю, что оправдал бы по одной причине, потому, еще раз говорю, доказательства, которые есть в деле, они очень весомые, не хватает одного, не хватает, не хватает, скажем так, главного, на мой взгляд, в этом деле, нет, у Романа Задорова не было причины убивать Таирада, никакой совершенно, это какое-то бессмысленное убийство, бессмысленное убийство может совершить психически нездоровый человек, в нашем, так сказать, нормативном понимании этого, как раз девушка, которая сегодня госпитализирована в такой клинике, она гораздо больше подходит на роль человека, который совершает совершенно бессмысленное убийство, я думаю, что если бы в Израиле был такой институт, как суд присяжных, то за отсутствием, так сказать, причины, то есть, за что ему убивать, Таирада, при том, что остальные доказательства, некоторые весомые, а некоторые, в результате работы разных адвокатов, которые защищали Романа Задорова на разных этапах, они вызывают сомнения, следы от обуви на одежде Таирада, ДНК, которые не, то есть, волосы, которые не принадлежат ни убийце, ни Роману Задорова, во всяком случае, ни убитой девушке, на месте преступления, весьма сомнительные первые разговоры следователей с Романом Задоровым, которые, в общем-то, были сделаны, на мой взгляд, просто непрофессионально, может быть, потому, что они не думали, что у них в руках находится убийца, относились к нему как к свидетелю, может, поэтому они себя вели очень так развязно и не, что называется, не дожимали, если хотите, то есть, я думаю, что если бы все это было представлено суду присяжных, Роман Задоров был бы оправданным. Еще одна проблема, которая, на мой взгляд, высветила дело Задорова и все происходящее за течение этих десяти лет, и особенно последние события, я имею в виду вот этот фильм «Тень правды» и реакцию на него со стороны прокуратуры, Министерства юстиции, по сути дела, он показал старый конфликт, то есть, и существующий, и застарелый, скажем так, даже не старый, а застарелый конфликт между властью и прессой. Люди подготовили фильм, в котором высказали на их взгляд обоснованные сомнения, которые у них возникли при изучении Романа Задоров. И представители прокуратуры, и представители Минюста сказали, что журналисты очень поверхностно к этому отнеслись, и не надо обращать на это внимание, есть материалы дела, есть приговоры, и все, об этом стоит забыть. Вот этот конфликт, должны ли журналисты влезать? Стоит ли прислушиваться к мнению журналистов, а не профессионалов прокуратуры, судей? Это очень серьезный конфликт, и он касается не только дела Задорова. Я обращаюсь к вам с этим вопросом, на чьей вы стороне в этом конфликте, по одной простой причине. Вы много лет, я знаю, занимались расследованиями, журналистскими, еще в период работы на Девятом канале, и сейчас, вот на днях, состоится премьера вашей новой программы. Завтра. Даже завтра, да. Я уточню в среду. Да, программы «Национальная безопасность». Я не знаю, естественно, как расшифровывается по-журналистски, что значит «Национальная безопасность» в конкретной программе, но подозреваю, что вот это вот противостояние права прессы на расследование, как должна реагировать на высказывание прессы и их расследование та же прокуратура, Министерство юстиции, то есть власть. Это ведь тоже, наверное, элемент «Национальной безопасности». Вне всякого сомнения. Давайте так, по результатам расследований прокуратуры еще премьер-министры в отставку не уходили. Все, что в Израиле скрывалось когда-либо, скрывалось, все начиналось с журналистских расследований. Если мы вспомним, все, что было. Ицхак Рабин ушел в отставку благодаря журналистскому расследованию Дана Маргалита о долларовом валютном счете, который тогда был запрещен, его супруге в Соединенных Штатах Америки. Сделка Барон Хеврон, если вы помните, не состоялась благодаря журналистскому расследованию Айлы Хасон на Первом канале израильском. Все, что в Израиле происходило, шумного, громкого, происходило благодаря журналистским расследованиям. Да, в результате это дело доводила ума прокуратура, получив, так сказать, информацию первичную от журналистов. Но начинается все с журналистского расследования, поэтому, ну как, как можно, так сказать, то, что называется, умалять достоинства журналистики в этой ситуации, просто неправильно. Абсолютно, еще раз говорю, по поводу этого фильма, колоссальнейшая работа проделана с точки зрения, так сказать, расследования. Очень основательно ко всему этому подошли, очень много действующих лиц было задействовано. Я уверен, что в фильм даже все не вошло, я уверен, что гораздо больше осталось за кадром, потому что знаю, как обычно это происходит. Нельзя умалять достоинства журналистики в расследованиях, потому что, ну практически все, если мы сейчас будем копаться, я специально не готовился к этому, но могу на вскидку сейчас назвать еще несколько десятков крупных дел, которые начинались с журналистских расследований, а не с возбуждения дела в прокуратуре или в полиции. Это уже было вторично, первично было журналистское расследование. Что касается национальной безопасности, программа, которая выйдет... О чем будет программа, раз уж мы завели об этом речь? В каждую среду в 9 на 9 канале программа национальная безопасность. Ну и название на самом деле понятно, что мы будем поднимать вопросы безопасности, которые для нас, для израильтян, для евреев, если хотите, потому что речь идет о безопасности не только израильтян, но и евреев, которые находятся за границей, скажем так, в Галуте пока еще. Будем поднимать именно эти вопросы. Ну в частности, скажем, завтрашняя программа, она будет посвящена двум основным темам. Первое, это дело солдата, который стрелял в Хевроне. Мы в этой студии неоднократно... Да, на прошлой неделе как раз мы обсуждали. Я попытался провести некую историческую ретроспективу, так сказать, этого события, с событиями подобного рода, которые происходили в стране раньше, как к этому относилось государство, как к этому относились граждане Израиля, как себя вели руководители государства и руководители армии в этих ситуациях. Вторая тема, это безопасность израильтян и евреев, и израильских объектов за границей, ну в свете, так сказать, последних терактов, которые были в Турции, то, что происходило в Европе, плюс человек, который пытался организовать несколько терактов против израильтян в Украине, которого задержали по наводке украинских спецслужб здесь у нас, на границе с Иорданией. И постоянная рубрика, на самом деле, мы будем, если хотите, так отдавать честь, что называется, достижениям израильских служб безопасности и армии, которые проводили различные операции, вот в эту конкретную неделю, может быть, много лет назад, скажем, завтра, мы рассказываем о нескольких военных операциях, одна из них, это операция, которая была в 1948 году, последняя в 2012. То есть, своеобразная папка-архив. Папка-архив, совершенно верно, просто вот будем отдавать честь людям, которые, так сказать, сделали все для того, чтобы мы сегодня спокойно беседовали в этой студии. Ну что ж, с премьерой вас, удачи в вашей программе, всего доброго. Я напомню, что со мной в студии был директор сайта Data24 Алекс Гальцикер. Всего доброго.